«Дворянское гнездо» возникло в силу того, что Асю Клячину запретили, и, обжегшись на молоко, я стал дуть на воду. Ну, еще, кстати говоря, обе картины, первая и вторая, я имею в виду, первые учителя и Аси Клячину, они сделаны черно-белым материалом, они связаны с какой-то реальностью, с такой реальностью, я бы сказал, сапог, грязи, помета, в общем, вещей таких земных. Вот, захотелось чего-то воздушного, шанели, запахов, роз и цвета. И я подумал, хорошо бы снять, вот я подумал, что я сниму пьесу Тургенева, где тонко там и рвется. Почему я думал об этой пьесе, я не помню, потому что оказалось, какую-то бабочку нецветную хотелось снять, бабочка летает. Какие-то цветы были. А может быть, это под влиянием висковой, что-то вот такое, такое что-то. Вот, пришел я с этой идеей в комитет Госкино. Мне говорят, а вот не надо, вот Тургенева замечательно. И дали мне кино, говорят, не хотите ли вы снять вот «Или отца и дети», или «Дворянское гнездо». Я посчитал оба романа, думаю, «Дворянское гнездо» более интересно. Вообще, в принципе, когда я начал работать над «Дворянским гнездом», в это время мы начинали писать втроем «Белое солнце пустыни». Вообще «Белое солнце пустыни» родилась из картины, родилась из картины, которую я писал в свое время, которая называлась «Босмачей». И с Ежовым мы решили написать «Босмачей», и позвали молодого сценариста, старше молодого выпускника высших сценарных курсов, Ибрагимбекова Рустама. Вот, и поехали мы в Коктебель, жарко, девочки. Я подумал, нет, я не могу писать, я хочу купаться. И сказал, ребят, вы пишите «Белое солнце пустыни», а я полетел купаться. И они замечательный сценарий без меня написали. А я подумал, я буду снимать, я буду писать «Дворянское гнездо». Я с Ежовым, с Валей, мы после «Белого солнца пустыни» написали «Дворянское гнездо». Вообще «Дворянское гнездо» было задумано не так, как он бы и получился. Если бы я имел возможность показать вам целиком то, что я снял, наверное, я был бы счастлив. Но, к сожалению, этот материал смыт. Поэтому будем говорить о том, что есть. Хотя кое-что из замысла осталось. Вообще, когда я думал о «Дворянском гнездо», естественно, перечитывал всего Тургенева. И Петургенев удивительный писатель. Вот в нем сочетается, так сказать, ценитель Бордо. Вот он даже в записках, «Сижу на станции Баден-Баден, попиваю венцо». А я одновременно с этим пишет он, что записки охотника. Приятно посетить на станции Баден, поезда, венцо попивать, и писать, что записки охотника. Записки охотника – одно из самых русских, даже такое, я бы сказал, гоголевски-русских произведений, где такая удивительная правда и любовь к русскому характеру. Понимаете? А одновременно с этим романы сентиментальные, полные выдумки, мелодраматические, даже, я бы сказал, в достаточной мере искусственные. Когда я говорю искусственные, я имею в виду, что сюжеты немножко такие, они чуть-чуть надуманные, но от этого они не становятся хуже, так же, как не становится хуже то, что Евгений Онегин можно спеть, если музыка Чайковского. Хотя лучше бы просто прочитать поэму. И вот мне захотелось сделать как бы мир, с одной стороны, мир Тургенева, дворянина. Дворянина венцо попивает, идеалист, понимаете, как хороши, как свежи были розы, достаточно. А даже тот, которого чуть-чуть высмеивал Достоевский, понимаете? А с другой стороны, великий реалист, который замечательный, создал неизбывные характеры певцов, там, Чертопханов, Недопилскин. Возьмите, почитайте записки охотника, еще раз поразитесь его силе этого. И вот, когда я писал, когда я писал сценариями, захотелось туда ввести характеры, которые не существуют в дворянском гнезде. Вот отсюда появилась конная ярмарка, которой, собственно, вообще и нету даже в романе. Вот этот мир романтический, выдуманный мир дворян, идеалистический мир дворян, где крепостное право существует где-то там, не будем о грязном, где онучи, портянки, и все этого нету. Есть розы, есть борзые собаки, и есть разговоры на французском и там русском языке, где все прекрасно. А с другой стороны есть пшоу вон, есть солома, грязь, есть, понимаете ли, крестьяне, и есть скучное и грубое, но прекрасное. другая жизнь. Вот это в Тургеневе совмещалось, мне хотелось это совместить в какой-то степени в этом фильме. Но, конечно, Тургенев романист и дворянский писатель победил в этом фильме. я очень хотел сделать очень красивую картину. Когда я говорю красивую, вот хотелось этот мир сделать ощутимым с одной стороны, ощутимым. Фарфор, предметы, детали, веера, чтобы это не было просто аксессуаров, чтобы это все пахло. Чашки, мед, соты, пчелы. То есть, мир должен пахнуть обязательно. Ну, один мир пахнет навозом, другой мир пахнет розом. Вот это вот как раз запах роз, который мне хотелось передать. Я всегда очень увлекался в определенном смысле таким как бы импрессионистическим изложением материала и музыкальная часть картины. Когда я говорю музыкальный, я имею в виду не столько музыку, сколько музыку изображения. чтобы она была ритмически в достаточной мере, я бы даже сказал, импрессионистично. Я помню, были сцены, которые я в монтаже только нашел, когда сцена прерывается, какая-то сцена прерывается кадрами из другой сцены, ну, там, скажем, панорама по веткам, по засветкам. Я еще не знал, когда я снимал это, я не знал, как я это буду использовать. Я помню, что Георгий Рервер, который снимал эту картину, это была наша третья картина, я говорю, давай снимать солнце. Я говорю, он говорит, солнце так не снимешь. Я хочу, чтобы была сплошная засветка, но он говорит, для того, чтобы была сплошная засветка, нужно, чтобы что-то засвечивалось, чтобы это было. давай снимать деревьяскую засветку. И стали мы снимать деревьяскую засветку, с машины снимали. Я даже не знал, куда я это вставлю, я даже не знал, куда это войдет. Мне хотелось, может быть, я думал, что я смонтирую просто какое-то такое движение на текст. Там у меня, кстати, говорит текст несколько, или один точно текст поэзии, его стихов Тургенева. Поэтому в этот фильм вошел не только как бы роман и сюжет, но вошли и другие части творчества Тургенева, его поэзии, и как бы его мир вообще, и атмосфера записок охотника. Вообще, была удивительная компания, потому что я тогда был полон... Вообще-то, тогда режиссура на мосфильме пользовалась невероятным авторитетом. Потому что я не мог бы себя представить, как бы, возможно... Я сказал, что мне нужно не один художник, а три. И, значит, взял всех лучших художников в мосфильме. Ромадин, Двигубский и Боим. значит, каждый из них делал свою часть. Двигубский делал только Париж, Боим делал Лаврецких, а Ромадин делал имени Калитиных. Это... Причем такая тщательность была отделки, и, в общем, всех я сводил слава, потому что мне хотелось, чтобы это все было абсолютно реально, по ощущению. Одно дело сделать реальность, другое дело снять, чтобы это было реально. Это вот ощущение, чтобы снять, что было реально, довольно сложно, потому что павильон есть павильон, и создать вот эту атмосферу реальности за окнами сложная вещь. но Рейлберг отличался удивительным ощущением баланса. Баланса между тем, между интерьером и экстерьером всегда. Это баланс наиболее сложная вещь, потому что, как правило, этот баланс, это дисбаланс, потому что не бывает, когда баланс. Когда на улице хорошо видно, в комнате темно. Когда в комнате светло, на улице ничего не видно, потому что этот баланс другой. это в жизни у нас работает, у нас зрачок работает, а пленка, к сожалению, не в состоянии компенсировать. И вот это состояние баланса Рейлберг удавалось удивительно хорошо. Он вообще был художник с феноменально интуитивным чувством света, объема. Но не только объема, я помню. в одной сцене, когда в театре, крепостной театр Лаврецкий приходит, там голод долетает, пыль, такая паутина. все время требовал, чтобы подвинулся прибор. Он говорит, двигай прибор, двигай, левей, 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 левей. Я говорю, все хорошо, давай снимать. Он говорит, нет, левей, еще раз. Что ты хочешь? Он говорит, да, это мое дело. Не хотел говорить. Потом все-таки я его прижал, говорит, ты мне объясни, что ты хочешь, почему ты стоишь левей. Он говорит, я хочу, чтобы краем луча, это был метровый прибор, дуговой, я хочу, чтобы краем он проходил. Я говорю, почему? Он говорит, потому что там радуга. В краю луча дугового есть спектр весь. и он хотел, чтобы вот эта радуга пришлась на определенное место, но и она не видна, она просто дает такую многоплановость цвета, хотя он, при идее, должен быть просто белый. Это меня тогда поразило, что он использует не столько даже цвет, сколько расщепление его. Наверное, он пользовался этим и потом. Но артисты, которые снимались в этой картине, прошли через тяжелую школу, я помню, потому что мне было, я не знал, как снимать. Мне казалось, что я картину загубил почти сразу. Но так вот было такое состояние, что мне казалось, что я не знаю, как снимать кино. я думаю, что это происходило от того, что сценарий был очень импрессионистичный. И сценарий был тоньше, чем мои способности его поставить. Я был недостаточно опытный режиссер. Я так думаю, что поэтому какие-то сцены в этом сценарии не получились у меня. Я бы сейчас, ну, не сейчас, а уже если было больше опыта, я, может быть, делал бы их по-другому. сценарий был лучше режиссера, хотя я писал. И поэтому у меня был ужас некоторый. Иногда я вставал утром и думал, что я буду, как я буду снимать. Я не знаю, что я снимаю. Не знаю, что я снимаю. Поэтому я артистов не учил. Но они терпеливо все сносили. Это была первая роль актрисы Купченко. Я очень многих пробовал молодых актрис, известных и неизвестных. Вот она пришла на пробу. Наверное, она очень волновалась. Я на нее смотрю, сижу. Режиссер, знаете, он такой авторитет. Она сидит, я на нее смотрю, она вдруг вспыхнула и говорит, не уйти. И вот так, как она это сказала, вдруг появилась такая хрупкость внутренняя из этой фразы, что я понял, что это и есть Лиза. Причем Купченко, ведь нельзя сказать, что Купченко ослепительная красавица. Нет, у нее очень русское лицо, у нее есть невероятное очарование в лице. Но ее актерские, ее человеческие качества, они просвечивают и заставляют зрителя в нее влюбиться. Ее внутренняя суть, вот это то, что самое важное для актрисы, не как она выглядит, а внутренняя суть. Она может играть и красавицу, а может играть и просто простую какую-то, никому неизвестную женщину. Я тоже долго мучился с ролью Лаврецкого, пока я не посмотрел фильм Андрея Смирнова короткометражку «Блистательный ангел», где артист Кулагин исполнял роль комиссара. И мне показалось это лицо чрезвычайно интересным именно для роли Тургенева, потому что у него красивое породистое, в том числе мужицкое лицо. Вот это соединение мужицкого прошлого Лаврецкого от крепостной матери, это для меня было самое интересное. Хотя у нас были и трудные моменты, и интересные моменты, но мне показалось, что это соединение было важным тогда, когда я отбирал артистов. Ну, в картине снимали замечательные артисты Меркурий, классика. Коля Губенко эпизод играл. Эпизод! Никита Михалков эпизод! Но Никоненко играл роль. Никоненко играл роль. Забавно, что эта картина одна из тех, которая потом вырастила столько разных игроков. Продолжение следует...